Дамамы запрещали дочкам гулять по местечку Ветка. Власти города планировали это место осветить. Все средства были хороши, ведь в Бабаево не утихали слухи. В городе орудует маньяк. На его счету минимум три изнасилования. Все по ночам, все в одном месте на темном безлюдном пустыре у местечка под названием Ветка. Вот здесь, в этом месте подозреваемый схватил девушку, затащил ее в лесной массив, который находится за гаражами, ну и совершил естественное действие сексуального характера. Это был первый случай июнь 2010-го. Потом перерыв длиной в год и летом 2011-го еще два изнасилования. Сыщики почти не сомневались, это серия. Насильник выбирал определенный тип девушек, крепкого телосложения и обязательно в джинсах. И действовал всегда одинаково. У него очень характерный способ совершения преступлений, а именно он нападал на девушек сзади, зажимал им рот, угрозал физической расправой, и что характерно, он завязывал всем глаза предметами одежды. Именно поэтому ни одна из жертв не смогла описать обидчика. Их показаний не хватало, чтобы выйти на след. Зато помог тщательный осмотр места преступлений. В одном случае удалось найти следы ботинок и окурки со следами слюны, в другом – сперму насильника. Значит, был обнаружен и изъят носок со следами биологических выделений преступника. Значит, впоследствии этот носок был отправлен на экспертизу ВКЦ, и экспертам удалось выделить из биологических выделений человека ДНК преступника. Экспертиза еще раз подтвердила – все преступления совершил один человек. Скорее всего, из числа тех, кто приезжает в Бабаево на лето. Оперативники проверили десятки подозреваемых. Потребовалась даже помощь психологов, которые помогли воссоздать портрет насильника. Его речь, манеры поведения с потерпевшими, они позволили нам предположить, что он имеет высшее образование, либо учится на последних курсах какого-то высшего учебного заведения. Все предположения подтвердились, когда удалось выйти на след подозреваемого – студента из Мурманска. Вполне успешный молодой человек из приличной семьи. В Бабаево он приезжал на лето к бабушке и дедушке. Когда сравнили ДНК, все сомнения отпали. А потом и сам юноша написал явку с повинной. Выявлены небольшие отклонения в сексуальном плане. Ну и сам он объясняет, значит, совершение данных преступлений, возникновением влечения к потерпевшему. Возникает у него внезапно вот это отвлечение. И вот вследствие чего он совершал данное преступление. Причем, уверены следователи, своим порывом студент поддавался гораздо чаще, чем прописано в уголовном деле. Его подозревают еще как минимум в двух эпизодах насилия. Эксперты не исключают, что он колесил по всему региону. И жертвы могут быть в разных уголках Вологодчины. Всех, кто что-либо знает о похожих преступлениях, просят обратиться по телефону 02. Конфиденциальность гарантируется. Мария Помилова, Максим Тышковец. При содействии Пресс-службы УМВД Вологодской области. Продолжение следует...